Вот мы подъехали уже, куда хотели посмотреть ёлку. Вот театр драмы, тут поставили машину. Музыка сильно играет, мне запрет, права авторские. Я наговорю текст и всё равно закину это видео. Я не закрыла машину, нормально, Наташа закрывает. А там ремень, что ли, попался. Ну вот так всё вокруг. Показываю, как всё вокруг. Здание драмтеатра, а за ним площадь, на площади ёлку нарядили. Все, что надо для Нового года. Дед Мороз, Негорочка, всё там увидите. Вот мы здесь идём, где такая музыка громыхает. И мне запретили это видео. Идём с Наташей потихонечку. Снег расчищен, но всё равно она порошена. Можно подскользнуться. Тихонько идём. Не очень много народу сегодня. Этот день, день Рождества Христова. Седьмое число. Седьмого января двадцать четвёртого года. Вот выехали посмотреть ёлочку. Ну, развеяться, прогуляться. Завтра уже Наташа на работу. Ребятишек даже мало. Ух, как катаются. А если вечером приехать, может, вечером как-то приедем. Вечером очень много народу толкаются. Все снимают друг друга. Нельзя подойти даже снять. Обязательно кто-нибудь войдёт в кадр. Вот уже приближается. Вот она, наша ёлочка. Дед Мороз и Снегурочка рядом. Малолюдно. Ну, для нас хорошо. Я ещё хотела что-то поснимать ведь. А когда много народу, это почти невозможно. Одни спины людские. Вот Дед Мороз. Скажите, мы подошли ближе. Он такой, как вылет из чего-то, как из пластмассы вылет такой. Постукали. Гладенький такой. Ребятишки. Ребятишкам вот там катаются, показываю на лошади. Там лошадь едет. Лошадок много. И пони маленькие, и большие лошади. На них катают детей. Колясочки такие украшенные. Тоже дети с мамами катаются, с папами. Снегурочка. Да, жаль, что вот у меня камера. Я иду, и вот. Никак не соберусь я купить этот телефон. У меня очень хорошая память. 250 с лишним. Память. Ну, и стабилизатора нет. Надо купить, наверное, когда-нибудь собраться. Ну, он у меня хорошо функционирует. Заряжаю я его редко. И вроде качество мне нравится. Ну, все, кроме вот того, что стабилизатора нет. Ну, мы такие уже в годах люди экономные. Не можем выбросить еще действующую вещь и побежать купить новую. Вот такие мы уже старички. Вот она, поники. Вот что начнет снимать, уже перед камерой кто-нибудь идет обычно. Ну, кто что увидит, то увидит. Что сделаешь? Вот такая поничка маленькая. Раскрасили ее. А, всяким цветом. Вот девочка стоит. Она хозяйка, наверное. И носик чистит. У нее носик бедненький. Этим замерзшими ледышками. Ой, такой носик мягенький. Я потрогала. Вот такой мягенький носик. Я говорю, что-то покормим, ну, угостить. Она нельзя угощать, когда... Ну, вот они работают. Нельзя угощать. Режим действительно должен быть. Ну, покормили вовремя. Придут, покормят. Как по часам, все нормально. Так и надо с животными. И с людьми так же. Ну, дальше пошли. Там ледовая залитая фигура. Вот дети на ледовой горочке катаются. А ледовая фигура, это, ну, естественно, символ года. Дракон. Горки залили такие ледяные, бока ледяные. Дети и на пузике, и на попе катаются. Вот, пожалуйста, посидеть можно, показываю. Вот большие лошади. Вот она наша елка. Вот она. Солнце прямо у глаза. Вот она как. Вот она как. И в очках еще девочка. Катается. И мороз. Ветерок. Был ветерок такой пронзительный. Градусов 20 было. А ветер прямо, у меня руки мерзли, телефон держать. А перчатка сами, знаете, то включить надо, то включить. Телефон. Вон он, поехал на санях, на каких-то электрических. Папа с детьми, мама. Бабушки фотографируются на фоне этих ледовых строений. Хочется и там, и там посмотреть. И камера мотается. Это неправильно. Вот надо как-то несколько минут на одно один объект, потом тихонечко перенести на другой. А я, видите, и то хочется посмотреть, и то получается камера мотает. Некрасиво. Конечно, смотреть трудно. Ну вот каретка едет. Там мамашечка с двумя детьми. И спецнайка. Начну снимать, взять на кто-нибудь. Спину покажет. Вот на коля так холодно. И вот это вот какой-то пингвинчик. Это вот Амурсталь сделал. Вот угорку. Видимо, каждое предприятие. Или не как каждое. Может, какое может. Вот такую горку. Бака прозрачные. И перекатается. Я рассматриваю узоры. Вот так съехал и лег отдыхать. А это вот я с тыла зашла. Вот змей Горыныч. Надо с другой стороны снимать. Наверное. Вот мы только туда пошли. Вот эти бабушки две были там. Мы сюда пришли. Они пришли сюда фотографироваться. Не очень ловко все сфотографировать. Смотрю копыта у лошади. Видите, на одной стоит копытце. Показываю пальцам. Второе так вот на носочке. Вот показываю. Видите, носочком. На пальчиках как вроде. Потом на другую ногу так же. Вот я вот. Наташа мне говорит. Мам, посмотри, как они интересно стоят. Одно полностью копытца. А второе так это на носочек. Как балерины. Вот так снег, снег. Там вот дети катаются. Такая крутилка. Шар вон там вдалеке. Вот понечка стоит бедненько. Ждет своей работы. Мерзнет. Холодно. Ой, такие зеруши. И он копытца опять. Она на одном стоит. А второе. Правое на носочке. Ну вот она, наша красавица. Так надо потихонечку. Я и то хочу, хочу, и то, и камера у меня мотается. Мне-то хорошо смотреть, а в камере-то не особо. Так вот, когда быстро. Ну вот за счет того, что музыка, приходится наговаривать текст. Вот шар такой, она светится. Вот девочку везет. Вот так, вот так. На большой лошадке захотели. Эту колясочку сейчас, наверное, задействуют. От шарства все светится вечером. Все в огнях. Не знаю, может вечером немножко съездим. Когда потеплее будет. Сильно холодно. Сильно было холодно. Пронизывающий ветер. Не то, что мороз, а ветер пронизывающий. И за капюшон задувает. И руки прям леденеют. Ну, мы немножко здесь фотографировались даже. С Наташей у елочки. Домой едем. Все проехали. Продуктишек взяли даже. Сейчас заправимся. Сейчас заправимся. Но все равно уже на пути домой. Нет? Ну, все равно. В смысле, у нас уже больше нет как заправка и дом. Все. Домой едем. Короче, только через заправку. Все. Сегодня мы купили очень вкусные рыбки. Я покажу. Будем надеяться, что она вкусная. А? Будем надеяться, что она вкусная. Ну, ты что, форель. За килограмм две с лишним тысячи. Это же, конечно, вкусно. Хоть быть невкусным, будем говорить, Танька, вкусно. Вкусно, жирненько. Я вам покажу. То я вечно продукты у Наташи забываю пока. Только дома. Дома-то, что я одна. От безделия. А тут быстро-быстро все послаживаем, все пакуем. И не до телефона. Сегодня Рождество. Честь Рождества. Наташа такую рыбу купила. Будем смаковать. Два стейка. Стейки большие. Если на полторы тысячи мы купили, это значит где-то грамм, грамм 600 есть точно. Тристо грамм стоит на раннем. Нормально. Ее чуть-чуть поджарить. Ее не надо сильно. Чуть-чуть. Ее уже. Сейчас надо только потом посолить, чтобы она в солике полежала немножечко. Чтобы просолилась внутри. Ее прямо минуты две-три на одной, две-три минуты на другой. Вот она нежная-нежная будет. В общем, проверим. На заправочку. Проехали. Ты хочешь по программе? Через программу оплатила. Встанет сейчас. Пистолет вставят. И все. Не надо к кассе бегать. Мужчина заправляется. Пошел в кассу. Сегодня заправимся. Потому что народу меньше. Завтра на работу уже потушит. Не видно. Не видно. Бензином запахло. Стол хороший сделаем. Посидим, как белые люди. Ну и бабушка. Шутница. Ну, Рождество, так Рождество. Че ж. У меня настряпанное есть. Вареники. Все. Пельмени. Булочки. Творожники. Все есть. Кто бы это ел? Если никто не ест. Мы картошечки сварим. Без картошечки никуда. Ни туды и ни сюды. Где-то у нас цветная капуста есть. И белая капуста. Брокколи. Наташ, там у нас все брокколи и белая капуста. Надо бы ее... О, кстати, да. Ее с рыбой хорошо. Да. А надо было еще купить. Хватит этого. Хоть бы это съели. В следующий раз. Я сейчас вспомнила. Думаю, сейчас мы сделаем стол. Вот и заправились. Вот и все. И заправились. Что, поедем по короткой дороге домой? Маяк заезжать будет? Да нет. Поехали домой уже, дочь. Точно. Конечно. О чем мы там опять будем? Кто маяк ел? Для собак у нас есть кости. Хватит. Ну, все сразу. Время-то уже. Сколько времени? 8.04. Вот, да. Четвертый час. Обедать, по идее, надо. Сейчас бащица разогреем. Все, мужик, нечего. Все взяли, что хотели. Нам главное надо было свеклы, селедочку. Может быть, под шубой сделаем. Пока зима, надо делать под шубой селедку и есть. Потом летом она не естся. Летом не естся. Летом не естся. Так, что уже прошло. И все, мы поехали домой. Так что я мебельный магазин сняла, Даша. Делить придется несколько видео. Все нужно. И елочку. Да, хорошо, что я хлеб занесла. Да, хлеб есть. Микроволновка. А что с собой? Он сварит пельмени. Маруська там, наверное, как сидят. Смотреть надо. Бегают или лежат, спят. Собачонки наши. Подопечные. Бегают Продолжение следует... 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 Продолжение следует...